Сегодня по городу Уральск проводится запланированная ярмарка-вакансии. Целевая группа, которая является лицом, у которых есть задолженность по алиментам и состоящим на учете службы по рабации. Сегодня участвует порядка 30 работодателей. У них есть свои вакансии, на которые они могут трудоустроиться. Организаторами данной ярмарки являются карьерный центр города Уральска, департамент юстиции, служба пробации и гражданский альянс в Западно-Констанской области. Средняя заработная плата составляет 150 тысяч. Вакансии в основном это рабочие специальности. В то Евразии тренд нужны сборщики. А у акционерного общества ТАЛАП у нас запрашивают электромонтажников, электромонтеров, плотников. Я на граммах брал, на граммах. Я пришел работать в разные работы. Ворники, в разные работы. Какую зарплату бы вы хотели? 100-130. 100-130. А Жаль Тазакала, что предлагает, какую зарплату? 140. Даже больше, чем вы хотели. Но все-таки вы не оставили свои люди? Отставил. Люди подходят, спрашивают, интересуются, обращаются. У нас компания «Газал ЕК» нас больше все знают. Если какая-то юридическая, то ипы Халиулина. На рынке мы с 2011 года. Сейчас ведем набор следующих специалистов. Заведующие производством. Педменный цех один человек нам требуется. Лепщики, педмени, манты. Здесь человек нам требуется на сегодняшний день. Здесь расширение. Очень тяжеловато найти специалистов в сфере производства, в том числе. То есть это, как правило, берешь без опыта работы и обучаешься. И люди, которые приходят с желанием чему-то обучиться, работали по одной профессии, сейчас не могут себя на рынке найти, реализовать. Приходят, чтобы заработать, прокормить семью, приходится переобучаться. То есть если есть желание таких людей себе взять на работу, обучить, было бы желание. Заведующие производством, там, конечно, средняя зарплата до 250. А если брать лепщиков, там в зависимости от выполнения объема от 160 до 280. То есть 9 рублей. Сотрудник, который выполняет свой объем, есть возможность заработать. Найти не так уж и легко на производство, да и не только на производство. Потому что у нас люди, как правило, хотят хорошо зарабатывать, но поменьше трудиться.